Всем привет! Меня зовут Света и это видео новости недели. Как всегда, я расскажу о самом интересном, что произошло в игровой индустрии за прошедшие 7 дней. Сразу две новости от ArenaNet и Guild Wars 2. Вам сначала какую? Хорошую или не очень? Ну давайте сначала хорошую. Вышел клиент GV2 для MacOS. Обладатели PC и MacOS могут спокойно играть вместе на общих серверах. Правда, клиент под Mac при этом на стадии беты, поэтому у тех, кто им пользуется, могут быть некоторые проблемы. Но это как всегда. Для доступа к Mac-версии клиента не нужно ничего отдельно покупать. Все обладатели Guild Wars 2 могут спокойно играть на любой из платформ. Не очень хорошая новость заключается в том, что скоро нас, возможно, опять попросят поменять пароли. На прошедшей неделе разработчики Guild Wars 2 рассказали о том, почему игроков так часто их воруют. Проблема оказалась в том, что многие используют одинаковые пары логинов и паролей сразу на нескольких ресурсах. И если жулики получают доступ к одной из этих пар, найти все остальные ресурсы, к которым она подходит, уже дело техники. Ну и вторая проблема – слишком простые пароли, которые вскрываются простым подбором. Естественно, юзерам предлагают обезопаситься. Во-первых, в Guild Wars 2 создана система аутентификации с привлечением электронной почты. А во-вторых, в ArenaNet создана база запрещенных паролей, куда вошли использованные хакерами при попытках взлома акков пароли. А еще ArenaNet собирается усилить эту защиту, добавив в этот черный список текущие пароли пользователей. Поэтому, скорее всего, скоро нас попросят поменять пароли еще раз. В последнее время по сети ходили слухи о том, что западная версия Blade & Soul подвергнется цензуре. Оказалось, дело в том, что в последнем официальном ролике, который был представлен широкой публике при анонсе англоязычной версии игры, костюмы персонажей отличались от корейской версии. Однако, Blade & Soul и SoftVest развеяли сомнения поклонников проекта. Мы не собираемся подвергать цензуре или менять игровой контент, признались они. Будьте уверены, что мы любим Blade & Soul так же, как и вы, и любые изменения в маркетинговых материалах не значит, что мы будем как-то менять контент. Кстати, игре пока не присвоен никакой рейтинг, и NCSoftVest намерены выпустить игру в своем первоначальном виде, лишь с незначительными изменениями геймплея. Blizzard рассматривает возможность ввода free-to-play в мультиплеер StarCraft 2, но пока разработчики только изучают этот вопрос. Такой поворот может кардинально изменить расстановку сил в киберспорте. Аудитория бесплатных моба игр сможет взглянуть не только на бесплатную модификацию Blizzard All-Stars, но и на мультиплеер классической RTS. Особенно такой шаг оправдан в преддверии выхода бесплатной Command & Conquer, которая тоже всерьез нацелена на киберспорт. 20 сентября состоялся официальный релиз Torchlight 2. Соскучившиеся по экшен-РПГ фанаты ломанулись на сайт проекта, и тот, конечно же, обрушился. Между тем, цифровую копию игры можно купить в Steam. Там она стоит 449 рублей. А русская версия игры официально появится 5 октября. Blizzard Entertainment опубликовала видеообзор всех нововведений в Mists of Pandaria. По словам разработчиков, это будет одно из самых больших контентных обновлений. В нем игроки увидят 8 новых локаций, 7 сценариев, 9 подземелий, 3 рейда, 2 поля сражения, 1 арену, 300 ежедневных квестов, монахов, пиратов-обезьян и многое другое. Релиз аддона, если кто забыл, 25 сентября этого года, совсем скоро. Игре Warhammer Online Age of Reconning, вышедшей 18 сентября 2008 года, исполнилось 4 года. Разработчики поздравили поклонников проекта, поблагодарили за преданность и наградили бонусами до 28 сентября. Не забыли и ветеранов, остающихся в игре с самого начала. Для них подготовили особый подарок в виде портативного почтового ящика. Правда, получить эту награду можно будет только в конце месяца, после выхода патча 1.4.7. С 4 по 7 октября в Крокус Экспо в Москве пройдет выставка «Игромир-2012». Я знаю, многие хотят на нее попасть и, конечно же, Гоха.ру предоставит вам такую возможность. С 20 сентября по 4 октября Гоха.ру и «Игромир» объявляют конкурс, победители которого получат билеты на выставку. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе? Для этого вам понадобится скриншот из игры. На скриншоте какими-то игровыми средствами, ну, от Денкой там, например, в Lineage, можно выложить и нужно, вернее, выложить слова «Гоха.ру» и «Игромир-2012». Проявите немножечко фантазии и обязательно получите билетик. На прошлой неделе на нашем форуме появился глобальный большой красивый гайд по корейской MMORPG Archage. Да-да, игра еще не вышла, а мы уже очень много о ней знаем. И всю эту полезную информацию мы собрали в один большой красивый гайд, который можно найти на нашем сайте по игре archage.ru. Это руководство будет дополняться и исправляться по мере поступления свежей информацией. В североамериканском регионе состоялся релиз ролевого шутера Borderlands 2, разработкой которого занималась компания Tuca Games и студия Gearbox Software. Главными героями игры будут четверо друзей, правда уже других персонажей, которые отправятся на поиски приключений по планете Пандора. Дата релиза Baldur's Gate Enhanced Edition перенесена на ноябрь, а именно на 30 число. Разработчики пришли к такому решению, чтобы довести все до идеального состояния, включая кроссплатформенный мультиплеер между iOS, PC и Mac. Одна из тех новостей, которые всколыхнули игровое сообщество на прошлой неделе. Соучредители компании BioWare Рэй Музыка и Грейг Зейщук объявили о том, что покидают компанию. Оба написали развернутые письма в блоге, где рассказали о своем решении и планах. Буквально сразу за этим в сети появилось открытое письмо генерального менеджера BioWare Аарона Флина, в котором он рассказал о том, над какими проектами сейчас работает компания. Сначала речь идет о Dragon Age 3 Inquisition, но без новой информации. А вот за Mass Effect взялись основательно. Команда трудится над дополнением для сингла Mass Effect 3, оно будет называться Omega, а сюжет развернется вокруг небезызвестной космической станции. Выход DLC намечен на эту осень. Во-вторых, состоялся формальный анонс новой игры во вселенной Mass Effect. Консультировать проект будет исполнительный продюсер Mass Effect 3 Кейси Хадсон. Пока без деталей, но разработчики с удовольствием послушают идеи фанатов на своих форумах. И контрольный. BioWare работают над еще одним проектом в новой вселенной, построенной на новой игровой технологии. Что это будет? Пока ни слова. И еще одно очень важное для нас событие, о котором я уже рассказывала в прошлой программе, Dragon Nest Media Cup, который пройдет 26 сентября в московском клубе Hungry Duck. Туда поедем мы с Андреем Сиротиным и команда из трех наших читателей. Мы команду уже набрали, она достаточно сильная. Думаю, мы всех парнем. Интересные новости из железной рубрики. Sony анонсировала PlayStation 3 Super Slim. Новая версия приставки будет на 20% легче, а объем жесткого диска больше. Обновленная PlayStation 3 будет доступна в черном и белом варианте. Одна версия будет поставляться с жестким диском на 500 гигов, а вторая с флеш-накопителем емкостью 12 гигов. И к ней можно будет подключить специальный жесткий диск емкостью 250 гигабайт. Обе версии будут продаваться в Европе с 28 сентября по цене 300 и 230 евро соответственно. А вот Valve и вовсе начала тестировать какое-то новое устройство. Глава инженерного отдела Valve Джерри Элсворт заявила, что новое устройство сейчас находится на стадии внутреннего тестирования, а публичные тестирования планируется запустить уже в 2013 году. Конечно, что это такое она не сказала, но упомянула, что оно сделает игры в Steam намного более удобными для игры в нашей гостиной. Многие говорят об очках дополненной реальности, специальном контроллере или даже о собственной игровой консоли. Чем это окажется в итоге, узнаем в следующем году. Из интересных видео на этой неделе стоит отметить релизный трейлер The Testament of Sherlock Holmes. Игроки смогут окунуться в атмосферу Лондона 1898 года, где им нужно будет искать улики, изучать место преступления и допрашивать подозреваемых. Играть в детектива за то, какого. В Европе игра вышла 20 сентября, а в североамериканском регионе она появится 25 числа на PlayStation 3, Xbox 360 и PC. Неужели палку игр по мотивам книг прибыло? Посмотрим. Ни одной недели без новости об экранизациях игр. Что это делать? Запущена экранизация Кастельвании. Актер Майкл Дорн, наиболее известный фанатом вселенной Star Trek по роли Ворфа в одноименном сериале, будет играть в этом фильме роль старого оборотня. Вообще, о проекте было объявлено еще в 2006 году, но тогда работа не заладилась из-за финансирования. А от фильма отказался Пол Андерсон, а потом и Сильвин Уайт. После нескольких неудачных попыток взяться за этот фильм, картина будто бы умерла в 2009 году, но теперь, похоже, ее доведут до ума, а фанаты серии смогут насладиться экранизацией. Что интересного у нас на форуме? Кроме уже упомянутого розыгрыша билетов на Игромир 2012, предлагаем вашему вниманию интересный обзор от Камрада Тапика о DLC-контенте для Battlefield 3 Armored Kill. А еще рекомендую обратить внимание на тему недели от Гоха.ру. Это тема беседок, где каждый может высказаться на предложенную тему и подискутировать. В этот раз форумчане обсуждают линейность игр. Хорошо ли это, когда есть рельсы? Заходите, читайте и высказывайтесь. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал. Там, как всегда, много интересного. Например, интервью с разработчиком World of Tanks, которое нам дали в рамках уральской стали, и много всего другого интересного. Играйте с удовольствием. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.